я всех приветствую на своем канале смотрите какой красивый коттедж соломенной крышей и цветы везде какая красота мы с вами находимся в одном из пяти садов которые принадлежат организации которая называется по-английски royal horticultural society а по-русски можно сказать королевское садоводческое общество организация очень известна вы можете посмотреть в википедии они проводят благотворительную работу организуют выставки которые всемирно известны мы сегодня с нами немножко пройдемся по этим садам выходишь на новую поляну и каждый раз вот это да вот это да везде такая красота не устаю удивляться этой красоте вот сколько я вижу сады здесь не перестаю удивляться каждый раз у меня большие широко открытые глаза на все это каждый раз восторг такие вот сады откуда ни посмотри везде прямо произведение искусства опять же тут не все еще цветет тут еще зацветет многое смотрите пионы у меня в саду тоже пионы и точно вот такие пионы розовенькие скоро вам покажу но они у меня сидят в тенечке а тут видите на солнышке и уже цветут эти какие уютные ограждения для всех этих цветов им тут уютно и смотрите как по центру розы и маленькие секции садов красиво а вот мы подошли к сухому саду так можно перевести dry garden это когда вы выращиваете растения которым не нужна вода или мало воды нужно почему такие сады становятся все больше и больше популярными особенно здесь на юго-востоке англии из-за того что мы живем в достаточно засушливом районе да да вот именно юго-восток англии славится тем что у нас постоянные засухи вот сейчас у нас уже дождя не было очень долго смотрите какая трава видите сразу доказательство того что ну мало воды особенно в последние годы и это из-за того что все же климат меняется поэтому ученые садоводы смотрят на то как вырастить сады с минимальным количеством воды или без нее вот вам пример сухого сада этим растениям не нужно вода либо очень мало надо и в засушливого условиях можно выращивать вот такие вот растения смотрите много из них очень симпатичных сразу и не скажешь что их не нужно поливать или поливать нужно совсем немножко видите в условиях меняющегося климата в условиях когда у нас на юго-востоке англии будет все меньше и меньше дождей летом вот возможно это станет вариантом кстати на табличке там это и было написано то что посмотрев на такие сады вы возможно тоже вдохновитесь на создание своего собственного вот такого вот сада смотрите вот чем не растение симпатичные а вот эти вот метелки какие красивые цель какая прелесть лохматенькие лохматенькие вот такие вот сухие сады красота я вот собираюсь кое-что из всех садов посадить саду посмотрите какие красивые голубые цветочки и когда они все вместе сидят очень красиво смотрится это похоже на оливковое дерево но оливок я не вижу и вот такие вот высокие высокие травы эти какие травы разнообразные кусты пальмы естественно мне вот пальмы почему-то не нравится для английских садов хотя у многих пальмы растут очень даже успешно она как-то не знаю не впечатляет меня пальмы об английском саду вот такой вот сад сад для того чтобы не поливать его или поливать мало смотрите какое интересное растение я хочу вам показать листочки листочки выглядят как будто это не знаю лохматенькая шубка как детские игрушки вот плюшевые игрушки выглядят как плюшевая игрушка прелесть мягенькая мягенькая ой какие приятные вот эти вот растения вот называется век живи и век учись увидела такие растения сегодня которых раньше не видела что-то новое возможно выучила для себя смотрите какие скульптуры животных здесь смотрите какие лохматые дайте понюхаем тут очень много пчел очень-очень смотрите вот чем не растение для сада очень красиво у меня в саду вот такие вот растут только беленькие около нашего прудика но у нас пруд я вам не показывала его еще потому что нужно его переделывать вот как переделываю как вам покажу ну что пойдемте еще какие симпатичные кустики я думала я уже весь сухой сад вам показала оказывается нет видите еще одна секция еще секция этого сада которому не нужна вода или нужно совсем немножко получается выбор растений которые вы можете посадить у себя саду и не поливать или поливать совсем немножко просто огромный я честно говоря не знала что такие вот есть шикарные варианты как здесь так что наряду с такими растениями которые все же любят воду каждый день можно создать вот такой вот уголок и не заботиться о поливе а нам надо ехать домой и поливать наш сад потому что у нас в основном такие растут растения которые нужно поливать иначе погибнут смотрите еще продолжение вот этого сухого сада смотрите какая тут композиция ну просто глаз не оторвать посмотреть какая красота вместе с камнями с большими с валунами вот такие вот большие горы маленьких цветочков очень красиво смотрится и хочу вам показать малюсенькое растение очень незрачное издали выглядит как сделанное из металла видите какой у него металлический отблеск такой тверденько общем красивые сады выглядит так как будто все разбросано как будто природа это все разбросала на самом деле тяжелый людской труд все посажено и затем присмотрено вот но поливать здесь сильно не надо это сорняки наверное здесь тоже не очень растут из-за того что это место мало поливают ну мы уже пошли на выход я с вами прощаюсь всего самого хорошего до новых встреч и пока 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 Продолжение следует...